ее называли царской но в годы советской власти дали имя более понятное простым людям от ливадии до гаспры налегке зима в крыму явление относительно если в симферополе морозный срывается небольшой снежок что здесь на южном берегу крыма греет теплое январское солнце а глаз радует вечно зеленая растительность солнечная тропа одна из достопримечательностей ялта как раз в такой погожий день холодного периода года она полностью оправдывает свое название солнечной дорожка пробегает под кроном и вековых дубов кедров и сосен впрочем еще эту тропу называют горизонтальной ее максимальный уклон всего два градуса теренкур несложная пешеходная тропа для оздоровительных прогулок все что нужно знать о солнечной тропе есть на этом стенде кстати для тех кто плохо ориентируется во времени специально установили солнечные часы сейчас ровно 13.00 воздух солнце движение отличные лечебные факторы пациенты санатория в курс реабилитации проходят здесь в прямом смысле но не только туристы пользуются удобной и красивой тропой облюбовали ее и местные жители ходят по этой дороге на работу в ялту или друг другу в гости на тропе мы встретили главного охранника достопримечательности кота по имени мурка цители однако осталось так и не выясненным что же он предпочитает мурочные или мурдинарные напитки впрочем теренкур не только оздоровительный объект но и исторический тропу проложили в 1901 году для пеших прогулок императорской семьи дорожка соединяла имения царствующей фамилии левадию орианду кичкина дюльбер и другие белоснежная ротонда словно повисла на краю скалы над старинным парком это все что осталось от первого в крыму императорского дворца сегодня на его месте находится санаторий нижняя орианда построенный в первой половине 20 века восемь колонн на 100 метровой скале часть ансамбля имения николая первого усадьба не сохранилась сгорела дотла простояв всего 30 лет позднее из обугленных камней сложили церковь покрова пресвятой богородицы особенность орианды картинная живописность местности со всех сторон скалы гора крестово интересно не только уникальными тавровскими дольменами каменным хаосом но еще и потрясающей смотровой площадкой отсюда открывается панорама южного берега крыма от мыса айтадор заканчивая горой медведь всюду крымские реликты можжевельники земляничники и конечно котики солнечная тропа пролегает не только вдоль дубовых редколесий обрывистых склонов на и поднимается выше сюда в хвойные леса сосна крымская сосна итальянская сосна олепская главные источники фитонцидов в этом воздухе идется легко дышится еще легче для путешествия по главному теренкуру южного берега крыма понадобится бутылочка воды удобная обувь и не менее шести часов те кто окажутся здесь впервые должны быть готовы потратить большую часть времени на изучение достопримечательностей и пейзажей сожалению январский солнечный день слишком короткий поэтому пройти всю царскую тропу просто не представилась возможным вы прошли из 7 без малого 4 километра остальную часть путешествия рекомендуем вам проделать уже без нас александр ткачев алексей семенов утро нового дня